Я считаю, что вот в этом году, в частности, 27 января этого года, произошла 50-е годовщина техномузыки. Дело в том, что в этот день, вот тут у меня, значит, на слайде, написано, что состоялась премьера композиции It's Gonna Rain, которую создал композитор Стив Райх, и произошло это в так называемом Tape Music Center в Сан-Франциско. Tape Music, что значит перевод на русский язык, это музыка, созданная при помощи магнитофонной ленты, каточных магнитофонов или магнитофонов, которые использовались тогда в радиорекламах. Такие картриджи были, я не знаю, видели их или не видели, такой картридж вставлялся в агрегат, который ее играл, и там обычно играла аудиореклама всякая. Вот это тоже использовалось в этом Tape Music Center. Несколько слов, что происходило в то время в этом Tape Music Center, и почему он, на мой взгляд, очень важен в становлении, вот где мы находимся сегодня в плане техномузыки, электронной техномузыки. Значит, он был создан в 61-м году группой энтузиастов, композиторов, которые экспериментировали со всякого рода технологиями, электрониками и вообще авангардным подходом к написанию музыки. В частности, это был Мортон Субботник, один из первых электронных американских композиторов, который много создал до того, как электроника стала таким, но широко используемым видом и жанром музыки. Рамон Сендер и Полина Ливьерас. Полина Ливьерас – это женщина, которая, в принципе, играет на кардионе. Я когда три года учился в арт-институте в Лос-Анджелесе, Мортон Субботник три года был моим преподавателем. Так что я когда говорю про этот Tape Music Center, я знаю, что я говорю, потому что я его очень долго расспрашивал. Полина Ливьерас – это второй участник этого артрит-мюзик-центра. Она приезжала к нам как гостевой преподаватель, я с ней тоже много общался. А также с ними там сотрудничал некто Дон Букла. Дон Букла – это один из, или на мой взгляд, человек, который придумал вообще современные синтезаторы, которые называются модульные синтезаторы. То есть существует как бы противостояние, но условно, между Буклой и Мук. Вот кто, значит, в теме, так и еще есть синтезаторы Мук, которые, кстати говоря, больше распространены, чем Букла. Но если кто вот был первым, то Букла был первым. Ну, я дальше буду рассказывать по ходу дела в подробностях. И откуда, значит, появился этот Tape Music Center? Они арендовали дом на Russian Hill, русский холм, есть такое место в Сан-Франциско, который шел под снос. И завезли туда какую-то аппаратуру, которую они могли найти. В частности, списанную аппаратуру с радиостанцией, вот эти каточные магнитофоны, радиостанции, которые использовались, которые имели вообще такое вертикальное положение, как в ящиках. Так вот, здесь на фото видно, вот их несколько человек, их может на субботник, справа, который был, катился на стол, как на фото. И Полина Оливьерос, вот она, которая сидит на столе, женщина. И Рамон Сендер, который стоит на самой левой. Вот, а на левом фото, вот первый, один из первых модульных синтезаторов Букла. Вот такая белая коробка с черными ручками. Это все, значит, было сделано в Тейп Мюзик Центр. А когда они уже переехали в другое помещение, потому что этот дом, который шел под снос, он сгорел. Вот, там, значит, кто-то не поставил ни те предохранители, в общем, в общем, короче, он сгорел, и они переехали. Но в этом же самом Тейп Мюзик Центр, помимо того, что они там что-то записывали, экспериментировали, придумывали всякие авангардные композиции, используя вот эти монитофонные пленки, первые вот эти Букловские модульные синтезаторы, и вообще все, что могло только прийти в голову, там проходили концерты. И Стив Райх посещал все эти их мероприятия, и вот его премьера, о которой потом, чуть позже в деталях расскажу, состоялась, именно там, в Тейп Мюзик Центр. Вот пример, как выглядел один из этих картридж-тейп-машин, которые использовались в то время, ну и чуть ли там не до конца 70-х годов, когда появились там всякие цифровые агрегаты на радиостанциях, которые использовали проигрывание рекламы. Вот слева первые модули, которые использовали в Тейп Мюзик Центр, Дон Букла, это еще до Муга было сделано. Значит, вот здесь на слайде слева, вот видите, да, эти агрегаты с черными ручками, их здесь раз, два, три, четыре, пять модулей. И что получилось, значит, откуда он произрос, Дон Букла, потому что сам по себе инженер и не имел никакого отношения вообще к композиторам, к какому-то искусству, к какому-либо авангарду. Вот этот Мортон Субботник, композитор, и его, значит, коллеги-экспериментаторы, у них были идеи. Они люди были совершенно не технические, они там не знали, как паять, что такое трансформатор, конденсатор и так далее. И они через знакомых говорили, надо бы найти какого-нибудь там инженера, который мог бы с нами сотрудничать, и как бы вот нам бы помогало что-то там создавать. Какие-то вот эти приборы, или, как теперь говорят, девайсы, которые вот мы как-то можем представить чисто в сознании, а как и сделать, мы не знаем. И дали даже объявление в газету, что ищется такой-то, 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 ну, теперь дают там, где сейчас все это, ищу клавишника, дали там, ищу вокалистку. Вот, и среди этого количества откликнувшихся был этот Дон Букла, Дональд, полное имя. Вот, и когда они ему объяснили, он очень быстро что-то принес им, что-то показал, и что работало, что ручки крутишь, и какие-то звуки происходят. Так? Вот. И так вот они стали сотрудничать, и стали появляться вот эти синтезаторные модули Дону Букла, которые сегодня, сегодня, они воспроизводятся уже в новых технологиях, в новых этих, и есть такая, как бы вот прослойка музыкантов, которые считают, что это настоящие синтезаторы, у них так называемый мягкий, жирный аналоговый звук, и стоят они по 15 тысяч долларов, эти модули. Вот. Так что до сих пор, как бы, ну, есть определенные люди, которыми им увлекаются. Но для нас интересно то, что Дон Букла, будучи при всем этом, но он же не артист, он инженер, и к тому же еще оказался бизнесменом, вот здесь не видно, на каждом этом модуле, внизу, ну, может, вот здесь вот, такие, что-то написано, да, вот на каждом. А написано там, вот я тут увеличил, San Francisco, Tape Music Center Incorporated. Как это все называлось? Вот. Эти, значит, ему, может, он субботник, скажет, что там, с ума сошел, они зарегистрировали этот музыкальный центр, как некоммерческая какая-то, чуть ли там, благотворительная организация, а ты пишешь какой-то корпорации, что у нас тут какая-то, мы чем-то торгуем. Ну, первое название синтезаторов было San Francisco Tape Music Center, как это называлось. Ну, вот, и они ему сказали, слушай, пиши просто Букла. Это зовут Букла? Я пиши Букла. Они так и называли вот эти сети Букла. И он потом, значит, на ней теперь стало писаться просто его фамилия Букла. И этот Tape Music Center просуществовал до 66-67 года, и потом он полностью переехал по соседству в город Окленд. Вот, ну, кто был в Сан-Франциско, знает. Сан-Франциско и Окленд – это два, ну, такие, мегаполис, разделенные с заливом. Вот, и в этом Окленде есть такое учебное заведение по названию Mills College. Если вы читали какую-либо литературу по электронной музыке, по авангардной музыке, всегда будет упоминаться Mills College, из которого много кто вышел, много кто там преподавал. В общем, это такая, как бы, ну, не колыбель, но такой хат-спад вот этой всей авангардной музыки, которая, в принципе, началась после того, как туда переехал Tape Music Center. И они туда всю эту свою аппаратуру перевезли. В общем, там они, как бы, это пожертвовали. Кто-то стал там преподавателем. Вот, и что из этого вышло? Из этого вышла целая такая, как бы, ну, как теперь говорят, контркультура и авангард. Потому что, чем они занимались в то время в этом Tape Music Center, для обычной американской музыки, это на самом деле была контркультура. Они пытались сделать их перформансы вне этого помещения, которые заканчивались там закидыванием помидорами. Народ протестовал, что это не музыка, что давайте нам блюзы играйте. Так? Вот. И в 67-м году, может, на субботник, вот один из основателей Tape Music Center, на лейбле Non-Sage Records, который в то время специализировался на классической музыке, выпустил первый альбом, полный, сделанный вот на этих буклах, который назывался, ну, до сих пор называют, Silver Apples of the Moon, 67-й год. Это первый альбом в истории музыкальной индустрии, который полностью был электронный, как альбом. Еще до всяких, крафтверк, вот и всего, вот, полный, полный. Страна Астра, Лабе, на виниле, как теперь говорят. Сейчас я продемонстрирую, как это звучит. Тут небольшой этот есть фрагмент музыкальный. Значит, обратите внимание, что вот у этого модуля букла, который тут изображен, у него нет никакой клавиатуры к нему не прикреплено. Вот эти клавиши, как на рояле. То есть, вот как управлять им? Вот такой управлять. То есть, у них идея была новая музыка. Если новая музыка, то мы отказываемся от всех традиционных, не только там источников звука, а также, как звук извлекался. То есть, они отказались от этой черно-белой клавиатуры. Потому что в то время были уже органы, Хэммонд орган был и так далее. То есть, вот они пытались сделать музыку новыми способами. И букла сделал по просьбе субботника, что называется теперь такой пэд. То есть, он назывался Music Easel, такой как бы музыкальный мольбер, на котором просто были какие-то такие контроллеры. То есть, это не была клавиатура для извлечения звуков из этих модулей букв. Вот как это звучит. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok